МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Тигрнакерском районе оккупированной Западной Арменией 10 глав муниципалитетов заменены новыми. Давид Туноян, Минобороны Армении не стремится к достижению баланса, стремится к достижению преимущества. Испанский город Сория признал геноцид против армян. Новая война в Сирии, Иран и Турции против Саудовской Аравии и России. Сирийская Арабская Республика отбила у террористов стратегически важный город в провинции Хама. Турция, Кемализм и Советский Союз. Состоялась презентация книги Ваграма Терма Тавасяна. Был представлен официальный гимн Конев в Арцах 2019. После местных выборов, состоявшихся 31 марта, 10 глав районов, избранных в разных округах, были уволены в регионе Лиджи в Тегранакерте, Западной Армении. Чиновников заменило Министерство внутренних дел. Должностные лица, которые были уволены после выборов местные органы, власти 31 марта. Махфус Майда, глава Улуджака, Читин Дири, глава Кали, глава Карахасана, Ханиф Гуэлен, глава Берли, Азиз Дуган, глава Багарлара, Багри Нарин, глава Акуджей Мекин. Уволенные чиновники заявили, что будут протестовать против этого решения в Лиджейском союзе префектур. По случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и дня освобождения Шуши сегодня, 9 мая, президент Армении Армен Саркисян и представители исполнительного органа возложили цветы к памятнику неизвестного солдата в Ереванском парке Ахтанак, парке Победы. В беседе с журналистами министра обороны Армении Давид Туноян отметил, поскольку после зимнего этапа на передовой начинаются двусторонние инженерные работы, мы активизацию связываем с этим. На замечание журналистов, что с одной стороны премьер-министр Армении Николай Пашинян говорит о подготовке армянского и азербайджанского народов к миру, с другой стороны Министерство обороны продолжает процесс закупки военной техники. Туноян ответил, руководимое мной министерство называется Министерством обороны, мы должны продолжать обеспечивать безопасность, а также создавать благоприятные условия в переговорном процессе. Что же касается того, можно ли говорить о том, что баланс вооружения с Баку восстановлен, Туноян отметил, могу сказать, что Министерство обороны не стремится к достижению баланса, а стремится к достижению преимущества. Мэрия испанского города Сория официально признала геноцид против армян. Об этом в Фейсбуке сообщает посольство Армении в Испании. Все четыре партии мэрии единогласно приняли заявление, представленное Армянским союзом Арарат. Мэр города Сория Мартинос Мингес заявил, что Сория призывает правительство Кастилия, Леон, Испании и Турции последовать им и также признать геноцид против армян и осудить виновных. Когда кажется, что сирийский конфликт больше не будет разрастаться, новая война между силами начинается в северной части страны. Аль Маздар сообщает, что неназванный источник в сирийском правительстве в Дамаске передает, на севере Сирии были созданы два новых альянса. Один – Иран и Турция, другой – Саудовская Аравия и Россия. По словам источника, Турция и Иран планируют совместные операции не только на севере Ирака, но и на севере Сирии. В то же время Россия и Саудовская Аравия пытаются заключить соглашение, которое позволит сирийскому правительству и курдским демократическим силам достичь мирного урегулирования. Саудовская Аравия продолжает устанавливать тесные связи с несколькими арабскими племенами, которые сотрудничают с ДСС, включая племя Шамар, которое, возможно, является самой могущественной племенной династией в северной Сирии. Сирийская Арабская Армия полностью взяла под контроль город Кафар-Набуда, расположенный на северо-западе провинции Хама. Это произошло после тяжелых боев с незаконными вооруженными группировками. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей. Стоит также отметить, что Кафар-Набуда располагается на южной окраине террористического анклава в северо-западной части Сирии, центром которого является Идлиб. После ожесточенного противостояния джихадисты были вынуждены признать контроль сирийской правительственной армии над стратегическим городом. Кафар-Набуда считается важным и стратегическим районом, поскольку этот сирийский город отрезает дорогу, соединяющую города Калат, Аль-Мадик на северо-западе Хама и Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб. Книгу под названием «Турция, кемализм и Советский Союз» представил историк, заведующий кафедрой политологии международных отношений Американского университета Армении и старший научный сотрудник Института Востоковедения Национальной Академии Наук Республики Армении Ваграм Терма Тавасян. Это третья книга автора. На презентации присутствовало много гостей, в том числе студенты-историки. В монографии подробно изучены наблюдения и интерпретации советских лидеров, партийных деятелей, дипломатов и исследователей о Турецкой Республике и ее идеологии, отметил Терма Тавасян. Во время интервью ТРТЕ автор упомянул, что исследование фокусируется на внешнем восприятии идеологии кемолистов. Книга «Турция. Кемолизм и Советский Союз» в настоящее время доступна только на английском языке. На официальной странице Конефа представлен официальный гимн Евро-2019, который состоится в Арцахе. Автор музыкальной аранжировки Артем Вольтер о песне исполняет музыкальный ансамбль «Голос Арцаха». Название песни «Лох лава». Так Арцах встретит всех, кто поделит с ним этот исключительно футбольный праздник. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию официальный гимн Конефа-2019 «Лох лава». Субтитры создавал DimaTorzok «Лох лава». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!